про лайк репост помогает моему каналу а также мотивирует меня делать ролики чаще и лучше приятного просмотра айфон 12 мини когда его представили он вызвал нереальный ажатор просто нереальный ажатор судя по опросам его хотели все в день продаж в цуме организовалась очередь да такая что магазину грозит нехилый такой штраф из-за большого столпотворения людей правда все покупали iphone 12 pro max на iphone 12 мини всем сразу стало насрать а знаешь почему 70 мать его тысяч рублей за 64 гигабайта 64 гигабайта за 70 тысяч рублей это провести все следующее время удаляя фотки и видео со смартфона освобождая место вот что такое 70 тысяч рублей за 64 гигабайт либо плюс рублей по 150 в месяц за и клау если же смотреть на е-каталоге то цена начинается от 62 тысяч рублей добавляем пару тысяч и можно взять уже 128 гигабайт для справ за эти же деньги можно взять asus zenfone 7 pro на 256 гигабайт или samsung ноут 20 на 128 ну или one plus 8 pro на 256 гигабайт у всех этих смартфонов будет повышенная герцовка больше памяти как встроенный так и оперативный больше аккумулятор и правда сами они будут намного больше но мне нужен был смартфон который бы не отвлекал меня от смартфона на тесте тот который у меня на обзоре помимо этого он должен просто лежать под рукой на случае важного подсъема то есть в нем должна быть хорошая камера а поскольку приходится носить по 2 иногда и больше смартфона то было бы отлично если бы он обладал небольшими габаритами и небольшим весом мысли были такие или iphone 12 мини или вернуться на iphone 7 ведь в условиях пандемии сканер отпечатка пальцев предпочтительнее фейс айди и удобнее и хоть я с горем пополам смог настроить фейс айди чтобы он распознавал меня в маске но срабатывает это все равно через через раз через два через жопу короче поэтому ну такой себе нашел чё сравнивать тут больше подходит конечно же iphone se 2020 просто iphone 7 у меня уже был и тут либо тратить деньги на 12 мини 70 тысяч рублей либо не тратить ничего и просто ходить с айфоном 7 либо можно было чуть-чуть потратить на iphone se 2020 не понимаю что 40 тысяч меньше 70 но тратить 40 тысяч на морально устаревшие устройства эти смог я зажал так первое впечатление не хватает кнопки вверху не знаю срабатывает мышечная память и я туплю на менте на моменте разблокировки потому что боковая но не не так удобно как если бы сверху но я посмотрел обзор наташки она говорит купи чехол и все будет зашибись купил чехол и нормально серьезно все отпало вот это вот желание сверху где-то разблокировали кнопку разблокировки искать вес iphone 12 мини чуть меньше чем у семерки 133 грамма толщина при этом чуть чуть больше 7,4 миллиметра ну и в длину он чуть меньше ширину чуть уже как и с айфоном 12 я взял зеленую версию на мой взгляд это самый удачный из представленной линейки не самый удачный в принципе но из представленной линейки он не нравится больше всего была бы крышка задняя матовая было бы еще лучше потому что отпечатки он собирает просто мама не горюй но увы я глянец не нравится плююсь но ничего в чехол сам по себе корпус защищен от влаги и пыли по стандарту ip68 как и у всей линейки собственно связи с чем антимонопольный комитет италии оштрафовал apple на 10 миллионов евро потому что да ты можешь погрузить iphone на глубину до 6 метров на 30 минут но если он утонет то гарантия на утопленники не распространяется apple умывает руки спасибо тим кук я купил смартфон с влагозащитой но пользоваться ей не могу знаете что чувствует все владельцы айфонов привкус члена во рту вот только одни таким способом его получили заработали так сказать на него а другие как я будут выплачивать кредит вообще iphone 12 mini мало чем отличается от iphone 12 кроме размера корпуса естественно поэтому я постараюсь не пересказывать свой обзор на iphone 12 попробую больше внимания уделить опыту использования и эмоции и первая моя эмоция это почему все продолжают говорить что экран в четыре раза прочнее ceramic shield как об этом говорят в четыре раза прочнее четыре раза прочнее четыре раза прочнее в четыре раза прочнее чем было раньше керамик шилд прочнее всего лишь на 25 процентов сравнении с предыдущим стеклом это риск повреждения дисплея при падении в четыре раза ниже а называется такая схема манипулирование фактами surprise mother fucker а второй важный факт это то что ногти у макса из розетки прочнее чем керамик шил потому что он уже его поцарапал вот полчаса прошло я уже экран поцарапал поэтому вывод макс росомаха мне стало интересно почему стекла которые заявлены типа она стала прочнее и прочее прочее легче царапается почитал пару статьи дело в том что производители стараются сделать их более мягкими чтобы при падении они не разбивались но минус том что они царапают если интересно напиши в комментах я сделаю после старта продаж некоторые пользователи iphone 12 mini жаловались на проблемы с чувствительностью на экране блокировки но это вроде как пофиксили вместе с обновлением хотя у меня данной проблемы не было но у меня есть другая проблема схожая немножко экран вроде как стал больше но в сравнении семеркой но такое ощущение что области кнопок стали меньше потому что я не всегда по ним попадаю в связи с чем бывает заходя в телегу я вижу что сообщение некоторые не отправлены хотя я точно помню что нажимал на прав или например зайти в меню и запустить 2x воспроизведение на ютубе получается не с первого раза это странная хрень это мелочь это придирка но это также и моя боль увы ах криворукость она меня не покидает сам экран тут олед с диагональю 5 и 4 дюйма название конечно все мудреней и мудреней super retina hdr с разрешением 2340 на 1080 это 476 пикселей на дюйм дисплей топовый яркость 1200 кандел на метр квадратный экран без два с половиной до и скруглений ровный отлично мне очень нравится единственное чего ему не хватает это конечно же ну хотя бы хотя бы 90 герц и было бы прям здорово основная причина по которой я его купил это конечно же форм-фактор да он маленький он меньше семерки но экран больше из-за чего контент потреблять конечно же удобней но прищур остался все-таки это не двенашка у него там экран еще побольше и ну хочется конечно экран побольше чего не говорит да он сам сам станет больше но смотреть будет приятнее и удобно и это не просто мое мнение это факт айфон 12 мини купили только обзорщики это многим из них повезло и его прислали и не пришлось тратить деньги но другие как я лоханулись потому что надо было брать двенашку я серьезно до 12 мини весь такой малюсенький утепусечка но при этом такой весь прям мощную поскольку apple не стали урезать процессор тут стоит такой же как и на прошке 6 ядерный apple а 14 байоник выполненный по 5 нанометровому техпроцессору и работающий с четырех ядерным графическим ускорителем apple даже утверждает что он на 50 процентов мощнее любых процессоров на android в общем то говоря звучит правдеподобно я в это верю с играми проблем нет хотя здесь всего 4 гигабайта оператив поговаривают что lp ddr4 надеюсь в будущем этого хватит еще одна проблема с которой я столкнулся это airdrop передача файлов то есть на айфоне 10 на айфоне 7 у меня никогда не было таких проблем я мог дофига фоток дофига видео выбрать поставить на выгрузку через airdrop все он перекидывает но здесь так же как и на айфоне 12 у меня такой был так и на минике он встает в вечную загрузку и все причем выбранный немного файлов выбираешь там несколько фотографий пару видео и пытаешься отправить он начинает это обрабатывать и все минут через десять он говорит извини ошибка все вылетает я не знаю как это получается потому что бывает он нормально без проблем все перекидывать а бывают такой не не хочу поэтому немного неудобно ведь снимаю я помогу для того его и брал и теперь в моем распоряжении широкоугольный модуль и ультраширокоугольный модуль на все те же 12 мегапикселей но увеличенные диафрагмы на основном широкоугольном модуль до 1 и 6 и диафрагма на 2 и 4 на ультраширокоугольном модуле с пятиэлементным объективом и углом обзора 120 градусов в принципе со своей задачей справляются но я сразу же первым делом отключил dolby vision hdr после той фигни с инстаграмом не поскольку файл отснятый в новом формате и залитый в инстаграм по-разному отображался на разных смартфонов а мне вот это вот зачем не сначала доработайте потом буду пользоваться вот для сравнения два файла попробуй угадать где что обратите внимание на яркие области и на тени красота да хорошо что информация остается и можно вытянуть цветокоррекции бла-бла-бла но это лишний труд а вот того как покрасишь разница особо незаметна с тем что если бы ты снимал в обычном профиль поэтому ну типа нафига лично мне этот формат пока ни к чему поэтому я его отключил вместе со стереозвуком а то иногда снимаю распаковки от первого лица и микрофон ловит перегруз да с одной стороны моя схема работает купить смартфон который не будет отвлекать от основного смартфона но всегда будет три под рукой хорошие камеры и все дела но меня не покидает ощущение что я потратил деньги на херню и это напрягает бро так сравним iphone 12 мини и zenfone 7 pro он же все-таки победитель фото битвы у маркуса бронли но добавим туда еще сяоми ми 10t pro вот замечательные условия для фото максимально офигенный свет все рассеянно зон фон попытался чутка небо подкрасить в синий и как будто накинул шар для четкости iphone же сделал небо синим хотя в реальности небо было просто белым как на сяоми ми 10t pro вот кстати на нем фото максимально приближены к реальности при приближении становится более видно что до зон фон поднял контрастность айфон все размазал а сяоми на удивление показал хорошую картинку а вот ночной режим меня просто убил начнем с того что айфон и сяоми делали фото примерно по 2 секунды в то время как asus zenfone 7 pro аж 4 секунды сходу можно сказать что asus и сяоми в темных участках справились лучше но стоит приблизить и ты только глянь что сяоми делает айфон понятное дело шумит и в темных участках не видать ничего zenfone все в мыло но сяоми ты только глянь деревья четкие можно все рассмотреть блин я в шоке качество четкость передача цветов я такого тем не не ожидал фронталка здесь неплохая 4к 60 кадров все дела хорошее качество звука но добавили еще ночной режим на фронталку это уже лучше спасибо теперь я смогу на шашлыках нормальную фотку с брательником сделать но главным моим страхом при покупке iphone 12 mini была перспектива тусить постоянно возле зарядки 24 на 7 батарея здесь на 2227 миллиампер часов для такого корпуса в принципе это неплохо это хорошо ведь например в айфоне с е2 у которого корпус куда более габаритный батарея всего на 1821 миллиампер час но поскольку в автономности объем батареи играет не самую главную роль нужно учитывать еще экран процессор оптимизацию операционной системы и собственно свои потребности потому что если постоянно смотреть youtube и рубиться выиграть то да нужен power bank в apple говорят что 15 часов воспроизведения видео девайс выдержит спокойно но я думаю тесты проводились в особых условиях так же как и влагозащита вряд ли они гоняли фильм там не знаю через вайфай на максимальной яркости но в принципе для моих сценариев использования зарядки хватает часов на 5 экранного времени и если докупить 20 ватную проводную зарядку за 2000 рублей то можно зарядить айфон 12 мини всего за 30 минут плюс есть беспроводная зарядка мощностью до 15 ватт но только 20 ваттного блока в машине или от других зарядок беспроводных семь с половиной ватт подводя итог хочу сказать что если бы я выбирал смартфон для себя как основной если бы не было всех этих андроидов на обзоре то я выбрал бы 12 ну или один стояной из 2 из новых двенашку сто процентов не менее потому что да можно поумиляться он такой весь малюсеньким или пусечка такой и шустренький такой типа я тебе все фотку и все нормально будет но тебе нужен нормальный экран этот маловато реально маловато а